Всем привет! Буквально в прошлом году, в апреле, рядом с местным кладбищем, меня жена снимала, и мы делали такое более-менее спонтанное видео, реакцию на видеотест канала Bike in City. На тот момент тестировали Giant Propel с Giant Revolt гревелом, я указал на несколько неточностей, несмотря на спонтанность видео, так сказать, пункты были собраны, организованы, все хорошо. Что самое главное из этого видео, можно было понять, что канал классный, нужно подписываться на него по-любому, и неточности мы все допускаем, ошибки и прочее. И спустя год автора этого канала не стало. Сегодня в группе на фейсбуке Киевская сотка была опубликована информация о том, что Богдан Воеводин не стало. Именно так звали автора, кто не знает, кто не знаком с этим каналом. Сейчас до сих пор я посоветую подписываться на него, возможно, будет что-то делаться дальше. Потому что, я думаю, когда какого-нибудь человека не встает, неважно, скажем так, какого в общем смысле, но важно в каком смысле для тебя конкретно, то ты начинаешь думать, какую ценность он для тебя имел, какую ценность его миссия, его работа в этом мире имела для тебя. Ты оцениваешь это, анализируешь, переосмысливаешь и улыбаешься, наверное, благодаришь его. К сожалению, не лично. Это уже, к сожалению, нельзя сделать. Но вот это чувство благодарности, оно определенно должно присутствовать в данном моменте. И я думаю, команда, которая за Bike in City стоит, я думаю, это все-таки не один человек был, продолжит делать дело Богдана Воеводина. Потому что это то, что нравилось людям, но не только, а приносило пользу, советы по выбору велосипедов, по технике, всякой технологии. Люди просто узнавали больше о Вело. И в этом, наверное, смысл был этого канала, который я, признаться честно, после того видео не смотрел дальше. Не знаю, кому-то очень легко понимать украинский? Мне нет совершенно, то есть я не понимаю, о чем говорят. Вот в то видео, которое я обозревал, мне нужно было серьезно напречься и какие-то опорные пункты понять. Но это все равно, что смотреть видео для меня на, не знаю каком, на польском, румынском, болгарском. Тоже такие языки, в которых есть пару русских слов. В общем, это было не для меня, но для тысяч других зрителей. И это видео, для чего я вообще его делаю? Человека не стало, наверное, кликов собрать и прочее. Нет, к сожалению, есть повод, который заставил меня высказаться. А именно, несмотря на то, что этот человек вроде как был связан со спортом, велоспортом, вроде как он катался. И на инстаграме последняя сториз в его жизни была выставлена с покатушки. Его не стало именно во время спортивной активности. Сердце остановилось, судя по посту на фейсбуке от Киевской соткой. И почему это случилось? То есть можно уповать сколько угодно на судьбу, на, не знаю, на волю Всевышнего, без понятия на что еще. Но это все абстрактные вещи. Можно об этом говорить бесконечно. Но это что-то кому-то принесет? Вряд ли. Это неконструктивно. Из данного случая нужно взять пользу, нужно взять какие-то полезные мысли для себя. Чтобы, опять-таки, если тебе нравится велосипед, чтобы он нравился тебе как можно дольше. Итак, в чем же заключается эта конструктивная мысль? Что можно взять для себя? Чему научиться из этого случая? Во-первых, что нужно делать, конечно, то, что тебе нравится, как этим вроде как занимался Богдан Вейбодин. Но и определенно, просто посмотрите, как выглядел автор этого канала. Посмотрите на Инстаграме, посмотрите на Ютьюбе последние видео. Посмотрите ранние видео. Сравните немножко. Человек набрал вес. Можно, конечно, говорить, что, блин, вот тот парень в два раза толще, и он гораздо старше, и без проблем, без проблем живет. Проблемы есть. Проблемы есть всегда. Они скрытно подкрадываются. Интенсивность их проявления увеличивается с годами, и такие люди – это тикающие бомбы, серьезно. Потому что ты каждый раз, закладывая что-то ужасно жирное, холестериновое, ты закладываешь реально бомбы. Вот огромное здание есть, допустим, небоскреб, гигантский, такой гордый. Это столько людей его делал, столько лет. Такое мощное здание, стабильное. Но динамит постепенно закладывают. И если ты смотришь на это здание с холма, на котором периодически бегаешь или катаешь на Гревл или МТБ, то ты думаешь, блин, вот это крутое здание, елки-палки, могучее. И в какой-то момент ты пробегаешь мимо, кто-то нажал на одну кнопочку, все здание рухнуло за секунду. Это то же самое, собственно, что и происходит с нашим телом. И Богдан был определенно в повышенной зоне риска. У него был лишний вес, серьезный лишний вес. Я не берусь оценивать этот вес конкретно. Здесь либо ожирение, либо просто повышенный лишний вес. То есть БМИ там уже солидный был. Он был в зоне риска. И если учитывать, что просто так такие килограммы не наберешь на сбалансированной здоровой пищи, то можно исходить из того, что Богдан питался в том числе в большом количестве животными продуктами, которые содержат холестерин, которые содержат гормоны. Все то, что делает человека большим. Все то, что помогает запасать вот эти кладки динамита. Разве это нужно кому-то? Серьезно. Столько на самом деле прекрасных людей на этой планете существует, которые занимаются кто-то гениальными вещами, успешными, миллионными бизнесами и прочие-прочие. И вот мы закупаемся, видим стоит просто дорогущий джипяра АМГ, там я не знаю что. И видим эту семью, которая в итоге там закупается, у них полные тележки. И мы смотрим, на эти тележки без слез нельзя взглянуть. Это там просто чуждое человеческому здоровью. Это как если бы я, не знаю, покупал бы Феррари, чистил ее, холил, лелеял, постоянно лучший сервис и прочее. Но если провести параллель между тем, что я бы в себя ссувал, то я бы на самом деле эту Феррари не чистил бы, а постоянно ключом по лаку бы проводил, вплоть до заливания в бак дизельного топлива. Серьезно. Разве это как-то соотносится? В итоге, короткая мысль, следите за своим питанием. Серьезно. Посмотрите фильм «Переломный момент. Вилки против ножей. Причем тут здоровье». Все эти документалки можно найти в бесплатном доступе. Уделите пару вечеров на это. Я не знаю, если вы вам дороги. Вот представьте, что этому человеку, Богдану Воеводину, он был дорог стольким людям, но он за собой не ухаживал так, как мог бы фактически. То есть, если бы я был себе дорог, то я бы не засовывал в себя то, что делают на самом деле миллионы людей. Окей, это была моя мысль по этому поводу. Трагичный исход, который может коснуться любого абсолютно. Меня тоже. Только я, например, имею риск гораздо ниже, чем имел Богдан. Я могу бы умереть по другим причинам. Я не знаю, просто машину может передавить. Но разве это повод забить на все? Разве это повод забить на уход за собой? Разве это повод забить на свой выбор? Ведь наш выбор каждодневный – это то, о чем мы. Не выборы фейковые, фейковые, там один раз в шесть лет или сколько, я не знаю. Нет. Каждодневный выбор. У тебя есть право на него. Делай его, пожалуйста, осознанней. Не нужна идеальность. Не нужно фрик методов. Не нужно фанатизма. Осознанней каждый день. Каждый раз включай лампочку. Скептицизм, здоровый скепсис, критика, критическое мышление. Все эти качества можно потихоньку развивать. Это постройка небоскреба. Потихоньку, кирпичиками, не динамитом. Окей, выбор за вами. Спасибо огромное за внимание. И, конечно же, мои соболезнования тем, кто был близок Богдану. Да-да.